Нашли? Нет, командир, все облазили. Еще тюк с оружием нашли, а радиста нет. Черт, светают уже. Продолжайте поиск. Есть продолжайте. Ну, пошли. Командир, парашют! Точно. Ну-ка, про сигналь. А, скисла батарейка. Стой! Пароль! Да какой, мать дева, пароль! Мы уже тебя тут третий день дожидаемся. Пароль! Командир, вроде баба. Ну, Москва. Рязань. Точно. Женщина. Помогите снять. Осторожней, рация. Со мной были еще тюки с оружием и боеприпасами. Их надо разыскать. Да тюки здесь только тебя искали. С благополучным приземлением. Мичман Бакулинчук. Наташа. Ну, и отчаянный ты, парень. Наташа. Мичман Бакулинчук. Мичман Бакулинчук. Товарищи командиры, по достоверным данным, полученным разведкой, против нас начинается карательная операция. Фашисты собрали значительные силы и надеются, окружив лагерь, уничтожить отряд. Мы решили не принимать боя, а оставив заслон, выйти из-под удара. Тем самым сохранить отряд для выполнения главной задачи, которую поставило перед нами командование фронтом. А именно, активными действиями здесь, в тылу, заставить врага оттянуть с фронта как можно больше солдат для борьбы с нами. В заслоне остается взвод Вокалюнчука. Надо продержаться не менее двух часов, Мичман. Отход отряда через 40 минут. Все свободны. Русские солдаты и матросы. Ваше сопротивление бессмысленно. Вы окружены и прижаты к непроходимому болоту. Вы извежание кровопровидия. Германское командование предлагает вам сдаться. Вам гарантируется жизнь. Радио медицинская помощь. Выходите из леса. Сдавайтесь. Ганс, эта говорильня пустая трата времени. Сомневаюсь, чтобы бандиты сами вышли из леса. Что ж, Вилли, они окружены. Авиация слегка их пощекочет. А потом мы утопим их в болоте. Конечно, конечно. Русские солдаты и матросы. Ваше сопротивление бессмысленно. Вы окружены и прижаты к непроходимым болотам. Во избежание кровопровидия Германское командование предлагает вам сдаться. Вам гарантируется жизнь. А раненым медицинская помощь и лекарства. Выходите из леса. Сдавайтесь. Выходите из леса. Сдавайтесь. Выходите из леса. Выходите из леса. Раненые! Раненые! Есть! Михеев Сазонов убитый, Макалепов тяжело ранен. Ранен в укрытие. Николай, ручер поправь. Есть! Скоро полезут. Раншель расчистить! Главное, братва, не подпускать близко, иначе сомнут. Племянчикам! Племянчикам чаще менять позиции, ясно? Командир, как думаешь, наш уже далеко? Пожалуй, уже не догонишь. Помандир, кто ест в тази! Главное,워서 меняй. Убиление! Пlikян! Поги! От Вакалючуга никого нет? Ну, у кого? Если еще через час не найдем брод, придется бой принимать здесь. Давай, капитан, команду, прыть окопы. Другого выхода не вижу. Что-то приуныли. Все, во журе, товарищ майор. Другого выхода не ждет. Только безynenно. Покажи, мальчик, ты хочешь тебя? Тебе я боимся? Библия книги. Тобавлю. 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 Как настроение, сержант? Все в порядке, товарищ майор. Иван Петрович, я приказал распрягать лошадей. Тенеги поставим перед окопами и устроим завалы из сосен. Хорошо, иди сюда. Рой две линии окопа. Во вторую уложишь раненых. Есть. Ну, осторожнее. Ну что, нашли? Вот спасибо, Матвей Егорович. Ну-ка, давай. Давайте. Где, далеко? Версты две отсюда. Только, божем, не пройдем. Затянет. Что же делать? Как долго продержится туман? Ну, час-два, не более. Отставить окопы, рубить жерди. Приготовиться раненых и боезапас нести на руках. Приятного. Верстанет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сашка! Сашка, преклонишь! Ладно! Братва! Полудра! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Кхе-кхе-кхе. Чего рты разинули? А ну быстро ко мне! Быстро! За голову, за ноги и в кусты. Бери. Давай. А теперь, ребята, быстро за мной в лес. На, держи виток. Есть. Вперед в лес. Скорее, скорее, ребята. Ахрим-шмель, верно? Все точно. Расскажите, как вы попали в полицайи и почему это вдруг сбежали? Я хотел бы, товарищ майор, с вами поговорить один на один. А от комиссара отряда у меня секретов нет. Так что вам придется отвечать на наши вопросы. Иначе вообще разговора не будет. Вы правы, вы здесь хозяин. А нам надо обязательно поговорить. Я заслан к вам из гестапо. С какой целью? Убить командира. Вас тоже. А еще ликвидировать рацию и радиста. Немного ли задач перед вами поставило гестапо? Многовато. Я тоже так думаю. Значит, весь побег с освобождением пленных была инсценировка? Да. А убийство полицая? Этого я тюкнул по-настоящему. Скажите, как вы рассчитывали выполнить свое задание? Для этого в группу пленных специально был включен Бондаренко. Рассчитывали, когда выйдем на вас, через него и мне будет больше доверия. А его опознал среди пленных какой-то Петренко-перебежчик. Так. Кто еще из агентов гестапо проник в наш отряд? Не знаю. Но могли кого-нибудь подсадить? Могли. А можно мне задать вам вопрос? Слушаю вас. Ваша семья успела эвакуироваться. Гестапо усиленно разыскивает вашу жену и детей. По некоторым сведениям, они не успели уехать. Где-то скрываются. По всей Смоленщине объявлен розыск. Хоть это от нас далеко, но слухи дошли. Кто вы, Ахрим Шмиль? Больше того, что сказал, я сообщить не могу. Мне бы в город надо вернуться. В город вам нельзя возвращаться, не выполняя задание или стат. Останетесь здесь, пока все не прояснится. Ясно. Идите. Разве могло случиться, чтобы они не уехали? А, Иван Петрович? Всякое могло случиться. Мать очень болела. Сержант Байсанбаев Вактай. 44-й полк, 135 стрелковой дивизии. Плен попал в июле, подровно. Как это случилось? Контужен был. Подобрали. Воевать будешь? Так точно, товарищ капитан, буду. Рядовой Игнат Асыка. Девятый отдельный стройбат. Плен попал в сентябре. Где? Под Шосткой, укрепрайон строили. Как попал в плен? Ну, окружили. С перепугу ей сдался. Так ты и у нас с перепугу сдашься. Нет, товарищ командир. Я теперь ученый. Ну, в бою увидим, чему тебя научили. Смирно! Товарищ комиссар, группа бывших военнопленных в составе восьми человек построена. Вольно. Товарищи, вы находитесь в полку регулярной Красной Армии. Завтра примите присягу. Вы на себе испытали, что такое фашистский плен. Мы дадим вам оружие, и у вас будет возможность отомстить врагу. Ну, а теперь вымойтесь, поешьте и получите обмундирование. Бондаренко, командуйте. Али, вот, шагом марш! Али, вот, шагом марш! Идем, идем, не бойся. Гасан Ильич, Гасан Ильич, это мой муж. Симеон Бондаренко. А мы с ним давно знакомы, Наташа. Между прочим, не без его помощи и ты сюда попала. В полосе наступления беспокоит открытый правый фланг. Возможная контратака русских с направления Глуховка-Дорофеевка может поставить в сложное положение нашу танковую группировку. Что у нас в резерве? Танковый полк дивизии СС Райх и один мото-батальон. Да, немного. Крюга, соедините меня с генералом маршалом. Какое прикрытие может обеспечить авиация? Первая и вторая эскадры сосредоточены на полевых аэродромах. Погода вас не беспокоит, генерал? Меня беспокоят партизаны. Какие еще партизаны? Сегодня ночью было совершено нападение на один из моих аэродромов. Уничтожены на земле две эскадрильи истребителей. Погибли летчики из эскадры Кондор. Полковник Кемпе, почему я узнаю об этом последнем? Я хотел доложить об этом в конце совещания. Вы обязаны были доложить немедленно. Стандартен, фюрер Вольф, в чем дело? В тылу армии действует отряд регулярных войск русских под командованием майора Млынского. Млынский, Млынский! Что было ли за Млынский? Господин генерал-полковник, генерал фельдмаршалу аппарата. Господин фельдмаршал, Я позволю себе еще раз напомнить о моем открытом правом фланге. Чем ближе мы к Москве, тем ожесточеннее сопротивление русских войск. Дорогой Хорн, 33-я мото-дивизия уже на пути к вам. Это все, чем я могу вам помочь. При такой растянутости фронта одной дивизии мало. В случае необходимости сманеврируйте частями вашей армии. И не волнуйтесь, генерал. У русских будут другие заботы, кроме вашего правого фланга. Желаю успехов. В районе Дравска на железной дороге диверсия. 33-я мото-дивизия понесла большие потери. Вы докладывали, что все партизаны уничтожены или блокированы. Это не партизаны, это регулярные войска. И чтобы их уничтожить, нужны войсковые части. Нет, Вольф. Вы уже получили пол, и он понес большие потери. Я не дам ни одного солдата, ни одного. По приказу фюрера я должен начать наступление точно в срок. Запомните штандартенфюрер. Мобилизуйте всех, полевую жандармейку, зондаркоманды, полицию, всех. Но ни одного солдата я не сниму с фронта. Оборудуйте новую базу отряда, ближе к городу и к основной линии коммуникации фон Хорна. Точка. В районе города действует разведгруппа фронта. Точка. Командир капитан Афанасьев. Точка. Пароль для связи. В Москве безоблачное небо. Отзыв в Берлине будет пасмурно. Точка. Контакт вступит по необходимости только с вами. Точка. Ермолаев. Хорошо. Записывай, Наташа. Отряд переходит в новую базу. В квадрате 3741. Ждем. Боеприпасы, медикаменты, зимнее обмундирование в районе деревни Шуя. Пустая деревня, товарищ майор. Не души. Как не души? И ничего не порушим. Ничего. Рушная деревня. Чудесало. Ты хорошо смотрел? Мин нет? Ну, полный порядок. Может, привал строим? Люди устали. Отогреться бы надо. Хорошо. Выстави охранение подальше от деревни. Чтоб не было никаких неожиданностей. Есть. Становись! Товарищ майор, тут до вас добиваются. Кто? Женщина. Вышла на охранение. Харковенко приказал отвезти ее к нам. Я говорю, нельзя. Командир отдыхает. Она прям на штык прят. Что же это я в свой дом должна по докладу входить? Здравствуйте. Здравствуйте. Можете быть свободны. Есть. Мы будем знакомиться. Клавдия, колхозный бригадир, теперь председатель. Клавдия, а по-батюшке как? Да, Герасимовна. Клавдия Герасимовна, вы извините, мы тут без вас. Да. Ой, да это уж вы меня извините. Хозяйка такая плохая. Я сейчас мигом. Ой, у вас и картошка-то уже готовая. А где же ваши колхозы? Клавдия Герасимовна. Да как здесь? Здесь. Колхоз имени Ленина. Ну, правда, сейчас мы в лесу. А что же вы в лесу делаете? Чего? Живем, работаем. И много в лесу колхозников? Баб-то у нас 73, мужиков двое. Ну, детишки, коровы, овцы, свиньи, куры даже есть. А вы к нам насовсем или временно? А то ведь мне распорядиться надо. Здесь временно, а вообще насовсем. Недалеко от вас будем, соседи. Вот, Гарсан. О, вкусный. Очень вкусный. Командуйте. Да никак. Да военные. Смотри. Ну, пожалуйста. Давайте, разливайте. Ну. Со знакомством. За победу. Хороша капуста. Кушайте на здоровье. Кушайте. Тяжело без мужчин хозяйство вести. Без мужика всегда тяжело. Но справляемся. Вот ведь что бывало. Мужики наши и выпивали. Да что греха таить. И кулаком иногда баловались. Всяко бывало. А вот ушли на войну и осиротели мы. Кушайте. Бабы у нас хорошие. Справные, работящие. Вот собрались на сходку и пришили не распускать колхоз. Так всем миром и снялись. Вот меня тогда председателем-то за место Алексеевича избрали. Он на фронте воюет. А зачем в лес-то ушли? Немцы с тобой шли стороной, могли бы в деревне жить. А чего же нам его дожидаться, что ли? Мы в деревне деда Егора оставили. Он куча хвора, а службу свою справа нанесет. Ну а откуда узнали, чтобы мы в деревне пришли? Так вот, дед Егор-то нам и сообщил. Он же разведку вашу увидел. Но потом уже все войско. Пришел на заставу, племешу моему фролки-то и шепнул. Так у вас и заставы есть? А как же, по всем правилам. Чтобы от немца хозяйство сберечь, нам же и разведку иметь надо. Так может у вас и оружие есть. Оружия у нас нет. Виллы есть, топоры. Располагайтесь тут. Слушайте, я побегу в лес, радость такой бабам своим рассказать надо. Помощь, может, какая требуется. Ты говори, командир, не стесняйся, мы всем колхозам поможем. Дорогой ты наш человек, Клавдия Герасимовна. Большое тебе спасибо от всех нас. От всей Красной Армии. Сталин-то жив-здоров. Москва стоит. Жив-здоров. И Москва, и Ленинград стоят. А мы и не сумлевались. Ну, побегу я. Господи, госпожа Млунская, вы можете и опьясьяне спасти своего мужа. Да-да, спасти. Это очень просто. Напишите ему записку. Несколько слов. Разве это предательство? Что я должна написать? Опишите общее положение вещей таким, каким оно есть в действительности. Ваш муж в сколько месяцев находится в лесу, отрезанном мира, и не знает, верно, что наши солдаты уже раскладывают пиноклью в Москву. Напишите еще, что очень скучаете. Что дети ваши понятны. Ведь это все правда и так ли? Мы гарантируем жизнь ему и его солдатам. Я не буду ничего писать. Фанатичка, с вами бессмысленно разговаривать. Из вас нужно выбивать фанатизм. И мы это сделаем. Не теряйте времени на угрозы, Шмидт. Я вас понял, господин штандартенфюрер. Фанатичка, Товарищ майор, товарищ майор, Палисюк и Лукьянов языка привели. Впусти, что тут есть. Товарищ майор, в лесу поймали, у деревни Балки. Двое суток охотились, офицер. Что с рукой? Да, вывихнул малый, здоровый гад попался. Ну, спасибо, ребята, молодцы. Идите отдыхать. Есть. Развяжите руки. Вы майор Млынский? Предположим. Нам нужно поговорить наедине. В Москве безоблачное небо. Что вы сказали? В Москве безоблачное небо. Пошли, Егорчик. Капитан Афанасьев, в Берлине скоро будет пасмурно. Мы ж тебя повсюду разыскиваем. Проходи. Раздевайся, садись. Афанасьев. Какая-то штука. Обрежусь. Мне нужно связаться с центром. Выпей, согреешься. Случилась беда, товарищ майор. Мы ради эстерации погибли. Связи с фронтом нет. Явы в городе, у меня тоже нет. Ну, а сами в плену у вас. Что же произошло? Не знаю. Засекли пеленгатор или выдал кто. Пока не знаю. А явки? Что с ними? На всех сигнал опасности. Одна уничтожена. Надо срочно связаться с центром. Егорычев. Вас слушаю. Вокаленчука, быстро. Есть. Возьми пока. Благодарю. Не вышел на встречу и мой запасной связник, служивший в полиции. Кстати, вы получили наше предупреждение о гестаповских агентах в отряде? Да, спасибо. Через штаб фронта мне передали. Но еще до вашего сообщения к нам в отряд пришел сповенный полицей. Ахрим Шмель. Правда, он ничего не сказал об остальных заброшенных к нам гестапо. Темнел? Похоже, не знает. На всякий случай мы ведем наблюдение за всеми пришедшими к нам в отряд. Что-то не договаривает этот Шмель. А что, понять не могу. Надо бы с ним побеседовать. Может, удастся узнать что-нибудь о моем пропавшем связнике. А вы его знаете? Только словесный портрет. Продрешите? Да. Мичман, Ахрим Шмели ко мне. И предупреди Наташу, чтобы готовила рацию. Срочно. Слушаю. Он далеко? Да нет. Здесь, рядом. Я оттуда из-за занавязки погляжу на этого типа. Разрешите? Уходите. Садитесь. Расскажите, Шмель, о всех сотрудниках полиции, которые служат в городе. О тех, которых я знаю. Ну, разумеется. Я служил в караульном взводе. Иногда мы обслуживали комендатуру и гестапо. Так, по порядку. А полицаях вашего взвода, как они выглядят? Поподробнее. Ну, у нас было человек 25. Скажите, Шмель, где вы бывали каждый вторник между часом и двумя? На центральной улице, в галантерейной лавке, над дверями которой висит подкор. Зачем? Ко мне должен был подойти человек с вопросом. У вас нет зажигалки? Зажигалки нет. Есть спички до военного производства. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Вот, товарищ майор, прошу любить и жаловать мой пропавший связник. Да, не думал я вас здесь встретить. Так получилось. Простите, что я не мог все сказать, товарищ майор. Понятно, товарищ Шмель. Ну, давайте мозговать, как быть дальше. Мне нужно все время быть в городе. Тогда вам потребуется постоянная связь и явка. Я просил меня отпустить. Да мне отказали. Вам нельзя появляться в городе, не выполнив задание гестапо. Ну, связь мы наладим. А что касается явки, есть у меня на примете один человек в городе. Кто? Отец Павел. Можно держать связь через него. Чему вы улыбаетесь, капитан? Да так. Давно я к этому попу приглядываюсь. Фашисты заканчивают сосредоточение своих сил. И в ближайшие дни можно ожидать наступления. Какие дивизии у него на направлении главного удара? Вторая, 12-я и танковая Райх СС. Это точные сведения? Да, полученные из разных источников и подтверждены капитаном Афанасиумом. Они ничего не сняли для укрепления своих тылов? Вы докладывали, что отряд майора Млынского активно действует на коммуникациях противника? Фон Хорн, старая леса, он не снял с фронта ни одного солдата. Что будем делать, Кирилл Павлович? Они могут прорвать нашу оборону. У нас здесь только три дивизии, измотанные в боях и фактически по численности полки, и арт-училище. Что у нас в резерве? Две танковые бригады и дивизия Казакова. А что, если не дожидаясь наступления противника, упредить его нанесением контрудара? Чем? Ввести резервы. Фон Хорн перебросит с другого участка свежие силы и... Тогда нам будет тяжело. Откуда он может снять свои части? Допустим, с левого фланга. Это 18-я танковая? Совершенно верно. А что, если сосед слева поможет? Ударит вместе с вами. Хорошо бы. Значит, мы с вами должны подумать, каким образом мы можем воспрепятствовать переброске частей противника. Это можно было сделать, если бы хотя бы на несколько дней вывести из строя узловую станцию, взорвать мост вот на этой дороге. И тогда при теперешних погодных условиях противник был бы лишен возможности маневра. Тогда, может быть, подключить авиацию и разбомбить этот узел? Это малоэффективно. У них там сильное ПВО. И при такой погоде невозможно прицельное бомболетание. А что, если одновременно с авиацией подключить отряд Млынского? Летчики начнут, а Млынский закончит. Резонно, резонно. Но для этого нужно, чтобы удары были нанесены накануне наступления. Надо точно знать, день и час наступления фон Хорна. Готов, Матвей Игоревич? Солдат всегда готов, товарищ майор. Ну, присядь на дорожку. Чайку выпьешь? Да нет, я уж попил. Оружие у тебя есть? Есть, я как же. Покажи. Вот. Береженого Бог бережет. Отдам, когда вернешься. Задание у тебя ответственное. Штаб фронта ждет. Понимаю. Иван Петрович, я вот. Только погоди, погоди. Ты к отцу Павлу сразу не иди. Потрись в церкви, оглядись, не притащил ли хвоста. Ну, как водится, свечку поставь, помолись. Свечку-ка можно поставить. Анастасиюшки моей. Ну вот. Молитву-то не забыл? Я же в Бога давно не верю, Иван Петрович. Ну, а ты не верь. Все-таки храм Божий. Как там? Отче наш-то? Отче наш. Ижнеси на небеси, и святится имя Твое, и приидет в царствие Твое, и будет воля Твоя. Аминь. Ах, еще помню. Ну, вот и добре. Смена пришла. Намерзлись? Два часа лишних пролежали. Ну что, как на станции? Шесть эшелонов прошли на север, к фронту. Три из них с танками. Четыре вернулись порожняком, и два эшелона с ранеными. Игнат. Я. Принимай пост. Ну так, будь повнимательней. Смену пришлю. К ночи. Есть командир. К полицейский забуду. П Остров, поordинь. Так же ты. Прижил ста хремлясу-то. Говори осторожней. А то я гляжу, пугливый стал. Даже чересчур. Небось забыл про своих хозяев-то. А? Чего смог? Испугался? Тебе привет от совы. Слышь, а хрем, тебе привет от совы. Сова живет у дятла. У дятла. Вот. И обменялись по всей форме. Засиделись мы тут с тобой. И ничего не сделали. Не сносить нам головы. В общем, сегодня вечером надо устроить панихиду. М? Не рано ли? Смотри, чтоб поздно не было. Ничего из чего-то затевают. Я возьму на себя Млынского, комиссарчика и Серегина. Они всегда в одно время к тебе собираются. А ты Наташку и рацию кончишь. Чтоб одновременно, после развода, придешь за кухню, там у меня гранаты припсяны. Сделай, мы тихо-нем. Ладно. Когда следующий сеанс? Дарю время через каждые два часа. Очень ждут. Дед Матвей появился. Где он? На заставу приполз. Совсем плохо старик. Зина уже там. Наташа, передашь. На связь. Выйдем позже. Матвей Егорыч. Прости, Иван Петрович. Подвел тебя, дед Матвей. Заставы крывал. Никак не пройти. Полем хотел было. Вот. Снег куды и большой. Прости. Значит, договорились. Вернется Мленской с Салиевым. Свистну начинай. Солдата у входа снимешь. Наташка в землянке одна должна быть. Семен в карауле сегодня. Ну, пять гранат хватит, а на нее и на рацию. Дай еще одну гранату. Ты чего? Вроде бы шорох был. Ветер. Тогда еще одну. Ну, на. Может, еще пистолет дашь. Ох, жадный ты охрен. Обойдешься гранатами. Ох, дипа дьюка. Ляговый. Ох. Лёша, слетай ко мне в землянку. Там металлическая коробка на полке под марлей и аспирин. В общем, разбуди Мишутку, он тебе всё покажет. Давай. Ну, как он? Да хуже ему. Горит дед Матвей. Пришла беда, открывай ворота. Иван Петрович! Ты лежи, лежи. Волнуйся, что-нибудь придумаем. Иван Петрович, Алёшку с Мишуткой отправить надо. Они пройдут. Да что ты, дед? Риск-то какой? Ну, для тебя большой, мне чуть меньше. А им мальцы сподручнее шмыгнуть. Да Алёшка дорогу знает. Дети, Матвей Егорыч, жалко. А мне что, не жалко? Алёшка-то ведь внучок. Единственная родная душа во свете. Иван Петрович, Москва ведь ждёт. Может, сам Сталин ждёт. Алёшке я объясню, что и как. Ты только охрану им поднадёжней дай. Чтоб до самых немецких постов проводили. Товарищ майор, разрешите мне. Честные слова пройду. Да не пройдёшь ты, Зина. Первый немец сейчас с гроба стоит. И Петренко по городу шарит. Нужна эта трасса. Зина, идите к себе в санчасть. Там Ахрим Шмель тяжело ранен. Есть. Придётся посылать мальчишек Гасан. Другого выхода не вижу. Да. Мичман, готовьте ребят за руку. Понял. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Христос истинный Бог наш, Молитвами причистая Своей Матери И всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благо человека любит. Спаси меня, Господи Спаси меня, Господи. Батюшка, помоги, помоли за меня, Батюшка. Благословите, отец Павел. Вам поклон от Александра Карповича. А где он теперь живет, сын мой? У чистых прудов, дом 7. Он просил вас благословить его. Придешь ко всенышной в 4 часа, я передам для него просвору. Благословите, батюшка. Не, сынок, иди. Помоги, Господи. Леша, есть охота. Ну ты даешь, Миша. Туда всю дорогу жевал, в городе ел, сало мое слямзил. Все тебе мало. Сало-то там было. Натощак идти легче. Ты снежку вместо мороженого поешь. Леша, дай просвирку откусить. Я тебе дам. Забудь про нее. Леша, ну дай откусить. Отстань, Мишка. Что вы там рассматриваете, господин Петренко? Мне показалось, что я знаю этих ребят. Давайте вернемся. Я, кажется, видел их в отряде Млынского. Вам везде мерещится отряд Млынского. И все-таки, господа, давайте их проверим. Ну что, Ганс, вернемся? Я не люблю возвращаться в Вилле. Плохая примета. Но если господин Петренко настаивает, вот именно. Франц, поехали назад. Петренко настаивает. Петренко настаивает. Петренко настаивает. П ветер! Д���ак! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наступление фон Хорна начнется 17 ноября в 6 часов 30 минут К выполнению поставленной вами задачи готовы Субтитры сделал DimaTorzok Товарищи командиры, еще раз уточняю задачу Рота Розанова выходит на шоссе, взрывает мост и контролирует дорогу Ни одна машина, ни один солдат не должны пройти ни в сторону станции, ни от нее Есть, товарищ майор Капитан Серегин с тремя взводами и партизанами Николая Сергеевича Ликвидирует охрану узла, комендатуру и прикрывает отход отряда Есть Старший лейтенант Хват с двумя взводами уничтожает вокзал, пакгаус и водокачку Понятно, товарищ майор Комиссар Алиев с саперами взрывает пути В первую очередь входные и выходные стрелки Гасана Алиевича и поворотный круг Ясно Лукьянов Здесь, товарищ майор Со своими ребятами сталкиваешь составы с рельс Начнете с эшелонов с танками Устроим завальчик Посмотрим Захар Петрович, машинисты не подведут Порядок, товарищ майор, люди надежные Хорошо Байсын Баев, вашему отделению обеспечить эвакуацию раненых в лес Зина их примет Ясно Есть, товарищ майор Все, вопросы Так, понятно Через час выступаем, к ночи как раз выйдем на исходную Все свободны Иван Петрович Ты про свои что-нибудь знаешь? Да вот уже на фронте получил от них письмо Собирались эвакуироваться Но мать очень болела А что, где, как? А ты что? Что-нибудь знаешь? Они не успели Эвакуироваться Не успели Потом их забрали в гестапо Говори Мужайса, Иван Говори Вчера Ночью их Мужайса, иди на фронт, иди на фронт, иди на фронт... Мужайса, иди на фронт, иди на фронт... Мужайса, иди на фронт, иди на фронт, иди на фронт... Мужайса, иди на фронт, иди на фронт, иди на фронт, иди на фронт... Мужайса, иди на фронт, иди на фронт... Мужайса, иди на фронт, иди на фронт, иди на фронт... Давай, времени не... Есть! Бой! Товарищ майор, немцы к дороге прорвались... А что? Мужайса, иди на фронт... Иван Петрович, подходы к станции заминированы... Хорошо, Николай Сергеевич... Отходим. Ракету. Отходим. Езжайте. 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 Генерала Бергера с правого фланга обходят русские танки с пехотой. Вы не ошиблись? Нет, господин генерал-полковник. Где вы наткнулись на них? Здесь. Спасибо. Они ударили по правому флангу. Но это же самоубийство. Они сами лезут в котел. Надо пропустить их и отсечь. Соедините меня с Бергером. Генерала Бергера. Что там у вас? Смяли ваш правый фланг? Так, какими силами? Для танковой бригады. Вы не ошиблись? Пропустите их и замкните фронт. Я переброшу к вам из резерва 18-ю танковую дивизию. Спокойнее, Бергер. Через час я начинаю наступление. Кемпер, распорядитесь о переброске 18-й танковой генералу Бергеру. Выполняйте приказ. Мы не можем перебросить 18-ю танковую дивизию. Что вы сказали? Только что сообщили, что отряд Млынского уничтожил узловую станцию и взорвал мост на шоссейной дороге. А других дорог нет. Млынский, Млынский, Млынский. Этот майор. Помню. Это будет вам стоить головы, штандартенфюрер Вольф. А вас, генерал, я дам под суд. Сегодня мы прощаемся с нашими товарищами, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Родины. Над могилой наших боевых друзей мы клянемся не давать врагу ни минуты покоя, ни днем, ни ночью, пока бьются наши сердца, пока руки держат оружие и пока последний захватчик не перестанет топтать землю наших отцов и дедов. Пройдут годы, вырастут наши дети. Они будут гордиться своими отцами и матерями. они расскажут нашим внукам о тех, кто сегодня, не щитя собственной жизни, защищает священную нашу землю. мы уходим дальше на запад. Впереди нелегкий и длинный путь. Мы клянемся, что пройдем сквозь огонь и стужу, сквозь смерть и муки и уничтожим фашистского зверя в его собственном логове. Мы вернемся! Мы вернемся с победой! Клянемся! 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 Явитесь в солдатских своих сапогах, истоптанных в дни наступлений. В нагрудных нашивках, как будто в следах тяжелых и легких ранений. За вами сгоревших лесов седина и грохот орудий во мраке. За вами труднейшая в мире Война! Атаки! 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 Вы шли, шли навстречу славе, свой долг выполнив сполна. С тех пор мы забыть не вправе ваш путь, ваши имена. Умели вы долго лежать на снегу, укрывшись полою шинели. Умели огонь открывать по врагу, но трусить и лгать не умели. Умели в сражениях спасать города, ночами не спать грозовыми. И вы остаетесь для нас навсегда живыми, живыми, живыми. Вы шли, шли навстречу славе, свой долг выполнив сполна. С тех пор мы забыть не вправе ваш путь, ваши имена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова